Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Ты, как биткоин-холдер, должен быть предупрежден о таких важных вещах, о которых сегодня пойдет речь. Ведь они реально влияют на курс биткоина. Причем влияют сильно. Уже спустя 48 часов нас ожидает большая волатильность на биткоине. Сейчас мы находимся, как ты видишь на графике, на следующей линии поддержки. И только 14 февраля ФРС США отправит биткоин в новое движение. И только от того, что произойдет 14 февраля, зависит направление этого движения. Выдержит ли это линия поддержки или же нет? Но что еще более важно, но что особенно важно, третий квартал 2023 года может стать самым важным для биткоина на этом еще медвежьем рынке. Ну а прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк. Давай наберем, как обычно, 2-3 тысячи лайков. Это очень помогает и мне, и моему каналу. Большое спасибо! Итак, 14 февраля 2023 года, как ты видишь в этом календаре, нас ожидает новое обновление по инфляции в США. Новый отчет индекса потребительских цен. Интереснейшая информация насчет этого поступает от Bloomberg. Дело в том, что рынок ожидает от нового отчета об инфляции за январь 2023 года значение 6,2%. Но прогноз, как мы видим, 6,3%. При этом предыдущее значение 6,5%. То есть ожидание рынка ниже, чем прогноз. Да, инфляция последние месяцы, как ты видишь на этом графике, падает. Что и стало одной из причин роста рынков. Но мне кажется, на этот раз рынок может ожидать сюрприз в обратную сторону. Чтобы рынок отреагировал позитивно, инфляция во вторник, 14 февраля, должна быть хотя бы 6,2%. Если цифра будет больше, рынок воспримет это негативно. В любом случае, через 48 часов рынок ожидает огромную волатильность как раз таки из-за этой новой цифры инфляции. Ну а теперь я хочу показать тебе несколько интересных графиков. И затем мы поговорим о некоторых интересных вещах, о которых другие совсем не говорят. А ведь они очень важны. Почему? Потому что они помогут нам понять, что же может случиться уже в третьем квартале этого года с биткоином. Да и не только с биткоином, но и с другими криптовалютами и фондовым рынком. Начнем с того, что называется весовыми коэффициентами индекса потребительских цен. А точнее, с их изменений мы только что получили информацию о том, как они меняются по сравнению с прошлым годом. И посмотри сначала на нижний график. На вот эту часть графика. Мы видим здесь то, из чего состоит индекс потребительских цен. Это разные его весовые коэффициенты. Чем левее на графике они находятся, тем меньше они влияют на итоговое значение инфляции. И наоборот, чем правее, тем влияние на инфляцию больше. Также заметь вот эту черную линию. Она не просто так здесь нарисована. Отклонение весовых коэффициентов от этой линии наверх или вниз означает изменение влияния этих коэффициентов на инфляцию. Если коэффициент отклонился вниз, его влияние уменьшилось, если вверх увеличилось. Я хочу сказать, что это все очень динамично меняется месяц от к месяцу. Но на данный момент все именно так, как здесь изображено. Надеюсь, объяснил понятным языком. Теперь, когда ты это понял, этот график явно смотрится интереснее. Не так ли? Мы видим, что образование и коммуникации влияют на инфляцию сейчас меньше всего. Но их влияние совсем немного выросло по сравнению с прошлым годом. Влияние одежды на инфляцию тоже немного выросло. Но вот что удивительно, влияние транспорта, как ты видишь, уменьшилось очень значительно. Вместе с этим уменьшилось влияние и здравоохранения. Но больше всего, как ты видишь, выросла степень влияния на инфляцию именно недвижимости, хаусинг, как ты видишь вот здесь. Это плохо, ведь если посмотреть на прошлый год, именно недвижимость ухудшила показатели инфляции в конце прошлого года. Посмотри вот на этот интереснейший график. Помнишь, я говорил тебе о том, что ФРС США постоянно меняет способы того, как она считает инфляцию, буквально манипулируя цифрами? С новыми изменениями в прошлом году, которые здесь обозначены синим графиком, мы видим, что и для общей инфляции, и для Core CPI год завершился с более высоким значением инфляции, чем если бы ФРС считала инфляцию по-старому. На графике старый метод обозначен штрихпунктиром. А все потому, что именно инфляция недвижимости под конец 2022 года взорвалась больше, чем что-либо другое по сравнению с началом 2022. Возвращаясь к этому графику вот здесь, мы видим, что сегодня недвижимость чуть ли не самый главный двигатель инфляции. Это самый важный весовой коэффициент сегодня, чье влияние на индекс потребительских цен сейчас выросло больше всех остальных. Так что очевидно, чтобы инфляция продолжала падать и падать значительно, необходимо, чтобы инфляция недвижимости не только замедлилась, но и значительно рухнула. Давай попробуем разобраться, что же происходит с инфляцией недвижимости сейчас и как это повлияет на инфляцию в общем. Напомню, что снижение инфляции – это хорошо для рынка. И именно снижение CPI стало одной из причин того, что на рынок вернулся рост. Итак, если рассмотреть то, как снижалась инфляция, точнее, как она снижалась по расчетам ФРС США в прошлом году, то сначала они привязывали ее снижение к дезинфляции товаров. Затем приблизительно в июле 2022 года инфляция товаров полностью прекратилась и обернулась вспять. Это позволило ФРС США снова изменить способ калькуляции инфляции, и таким образом CPI начал падать в конце июня. Основываясь на том, что тогда понадобилось несколько месяцев для этого, и на этот раз, скорее всего, придется подождать, чтобы увидеть дезинфляцию недвижимости. Короче, простыми словами это значит, что снижение инфляции начнется тогда, когда начнется дезинфляция недвижимости. Но когда же она начнется? Об этом нам может рассказать такая метрика, как эквивалентная аренда для собственников. Аналитики ожидают падения этой метрики, а все потому, что обычно она сильно расходится со значениями индекса потребительских цен. Причем расхождение значительно, иногда отставание может составлять до 12 месяцев. Кроме этого, у нас есть еще один способ понимать инфляцию недвижимости. Посмотри на этот график. Это индекс повторной арендной платы арендаторов. Из-за того, что оборот арендной платы медленный, данные индекса потребительских цен, то есть фактическая инфляция, значительно отстает от текущих рыночных условий. Но хорошие новости заключаются в том, что этот индикатор показывает нам, что худшие значения инфляции недвижимости, похоже, уже позади. Мы видим это вот на этом графике. Да и комментарий от Джои Политана абсолютно такой же, как от меня. Теперь, когда мы это все узнали, посмотри вот на этот последний график. Мы видим, что темно-синий график, а это индекс повторной арендной платы арендаторов, падает, причем значительно в последнее время. Мы скоро увидим пересечение этого индикатора с графиком арендной платы по CPI. Однако не забывай, что отставание этих индикаторов может составлять 6-12 месяцев. Поэтому падение арендной платы по CPI, то есть CPI-RENT, мы можем увидеть только лишь где-то в третьем квартале этого года. Плюс-минус. И это потому, что арендные платы, как мы видим вот здесь, взлетели очень резко и очень высоко. CPI-RENT просто догоняет этот индекс. Ну и падение CPI-RENT уже неизбежно, ведь индекс упал сейчас. Надеюсь, ты все понял. Надеюсь, ты еще улавливаешь мою мысль. Да, это очень сложно, но повторяю еще раз, между этими индексами существует отставание до 12 месяцев. Первый индекс уже упал, второй может начать падать спустя 6 месяцев. Он всегда повторяет за первым, только с большой задержкой. Так, наверное, понятнее. Обрушение всех этих индикаторов, которые мы сегодня рассмотрели, приведет к радикальному снижению инфляции недвижимости. И она перестанет так сильно оказывать влияние на общее значение инфляции, что приведет к общему снижению инфляции в будущем. Что интересно, учитывая, что сейчас самый влиятельный на инфляцию весовой коэффициент – это инфляция недвижимости, радикальное снижение инфляции недвижимости может привести к еще большей дефляции, чем она могла бы быть изначально, чем ее прогнозировали изначально. Улавливаешь суть, а ведь для рынка – это очень-очень-очень-очень-очень хорошо. На этом все, меня зовут Богатейший Ди. Надеюсь, видео было интересным или полезным, если узнал что-то новое. Не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал. Здесь мы каждый день говорим о самых главных событиях из мира криптовалюты и экономики. Увидимся в новых видео. До скорого.